В историческом здании Дворца Пионеров на улице Куйбышева в этот день многолюдно с самого утра. Здесь разместилась участковая избирательная комиссия номер 2901. В числе первых голосующих здесь глава Ленинского района Елена Бондаренко. Она пришла с мужем и внуком. Восьмилетний Валера помог отправить бюллетень на обработку. Участок оснащен КАИБами электронными устройствами для приема избирательных бюллетеней. Сегодня историческое событие в жизни нашей Родины. Сегодня стартовали выборы президента Российской Федерации. И по традиции наша семья в полном составе сегодня отдает свои голоса за будущее нашей России, за будущее наших семей, наших детей и внуков. Я пришла сегодня на избирательный участок с мужем, с внуком. Дети сегодня тоже на других участках голосуют. Поэтому сделаем все для того, чтобы обеспечить будущее поколения нашей любимой Родины. По состоянию на 8 утра на участке зарегистрировано 2727 избирателей. К этому УИКу дополнительно прикрепилось более 200 человек. На нашем участке присутствуют наблюдатели. Наблюдатели от общественной палаты и наблюдатели от партий, которые выдвигают своих кандидатов. Нарушений у нас нет. Достаточно много присутствует необходимых органов, так скажем. Это и полиция, и Росгвардия. То есть порядок у нас поддерживается хороший. Замечаний нет. В дни выборов президента Асамарса могут проголосовать на своих участках из-за благоустройства родного города в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Отдать голос за пространство, которое преобразится в следующем году, можно с 14 лет. Также избиратели могут принять участие в викторине в рамках благотворительной общественно-просветительской акции «За родное и за свое». Из призов – туристические наборы, путешествия по Самарской области, поездка на международную выставку «Форум Россия» на ВДНХ. Светлана Кудрявцева, Сергей Баскин. События.